Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я хочу рассказать вам об электронной почте, точнее о безопасности отправки и получения электронных сообщений. Что такое электронная почта? Ну тут все достаточно просто. Вы пишете письмо у себя на компьютере, отправляете его адресату. Письмо сначала идет на почтовый сервер, скажем, gmail.com, если у вас почта на Google, и уже с сервера его забирает адресат. Если у него почта, скажем, на Яндекс, в цепочке появляется еще один сервер. Сервер Яндекса. При такой схеме письмо могут перехватить в семи местах. На вашем компьютере, по дороге к серверу Google, на сервере, далее по дороге к Яндексу, на Яндексе, по дороге к адресату и наконец уже на компьютере адресата. Кому это может быть нужно? Да кому угодно. Хакерам, которые пытаются перехватить ваши пароли. Если вы любите экшен в стиле миссии невыполнимы, это могут быть агенты спецслужб. Если сердце лежит к унесенным ветрам, это может быть муж или жена. В конце концов, если у вас просто мания преследования, это никому не нужно. Но осознание того, что ваша почта надежно защищена, добавит вам спокойствие и уменьшит количество седых волос. А защитить переписку достаточно несложно. И в этом нам поможет программа, точнее, плагин MailVelob. Работа плагина MailVelob основана на технологии PGP, в данном случае с открытым кодом, которая превращает почтовые сообщения в бессмысленный набор символов, разобрать которые можно только с применением специального ключа для шифровщика. На технологии мы останавливаться не будем, так как, во-первых, мы об этом уже рассказывали, а во-вторых, это не так важно. И сразу перейдем к делу, а точнее на сайт MailVelob.com. Здесь мы можем установить расширение в Google Chrome и Firefox. В данном случае мы выбираем Chrome Extension. Соглашаемся установить расширение, видим сообщение об установленном плагине. Далее вы переходите в настройки и генерируете новый ключ. Вводите имя, имейл и пароль. Естественно, пароль должен быть надежным. Нажимаете Generate и видите, что вы удачно сгенерировали ключ. Теперь, если вы войдете во вкладку показать ключи, вы видите свой ключ, его ID и дату создания. Следом вам нужно проверить почту, с помощью вашего пароля дешифровать сообщение и подтвердить ключ. Теперь, если вы захотите написать новое сообщение, в углу вы увидите такую картинку. Все. Вам остается только нажать на нее написать новое сообщение, добавить получателя и нажать кнопку зашифровать. Нужно оговориться, что отправить сообщение вы можете только тем людям, которые имеют собственный ключ. Грубо говоря, тем, кто также установил себе MailVelob. И вот, собственно, в таком виде ваше письмо отправится по сетевым просторам и в таком виде его получат злоумышленники, если вдруг таковые окажутся на пути следования письма. А ваш адресат, получив этот бессмысленный, беспощадный набор символов, просто нажмет на иконку с изображением замочка, введет свой пароль PGP ключа и узнает, что у нас снова наступила зима. Вот так, простенько и быстро вы можете обезопасить свою почту. Все. Любите друг друга, живите в мире защищенных почтовых сообщений, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях, если кому-то что-то непонятно, и пишите о том, что еще вы хотели бы узнать от теплицы социальных технологий.